Представляю вам участников пресс-конференции. Это президент Лиги WFC бойцовского клуба Ахмад Абузай Патриот Фесмуранов. Вице-президент Лиги WFC бойцовского клуба Ахмад Ислам Дасаев. Участники боя за титул временного чемпиона в наилегчайшем весе. Азам Гафоров, Таджикистан. Иран Букуев, Россия. Участники боя за титул чемпиона Лиги WFC в тяжелом весе Евгений Гончаров. Ростовская голова России. Зеленхан Умиев, Грозный. И участники главного события завтрашнего вечера. Из Соединенных Штатов Тони Халт Чарльзон. И россиянин представителей бойцовского клуба Ахмад Александр Хевелькяненко. Итак, дорогие друзья, пожалуйста, задавайте вопросы. Мы постараемся ответить на каждой из них. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Максуд. Группа UFC Russia ВКонтакте. Хотел задать вопрос первой гостю нашему Тони Джонсону. Любишь ли ты выступать в чужих стенах? Мотивирует тебя это? Или наоборот, ты чувствуешь себя некомфортно? Расскажи. Да, конечно, для меня это очень. Делать мотивацию присутствовать и приезжать в другие страны, и участвовать, знакомиться с новыми людьми. Тем более в России Москва сам очень понравился. И мне очень нравится это, конечно, мотивирует это. Спасибо большое. Второй вопрос я хотел задать чемпиону Зеленхану Мееву. Зеленхан, сразу извиняюсь за неудобный вопрос. Если против тебя поставят Александр Емельяненко, его спарринг-бартнер, ты готова бы выйти? Ну, это такой, ну, я одноклубник с ним, такой проводится главный вопрос, вы задаете сразу. Вы просто два сильнейших тяжа в России, и очень интересно было бы именовать с Геном. Нехорошо было бы, если в России было два и три лучших чертежа. А? Да. Согласен. Пожалуйста, еще вопросы, дорогие друзья. Добрый день, в ММА.ру. Вопрос к Александру Емельяненко. Александр, вы взяли большой темп, много боев привели за этот год. Не потребуется ли такой же большой перерыв, если взяли такой темп? Я думаю, не потребуется. Я набрал форму хорошую, и от боя к бою ее поддерживаю. У меня нету провала между боевами. После боев сразу идем в зал, и набираю еще к тому, что я уже набрал. А восстанавливаться успеваете? Я занимаюсь любимым делом, я не устаю. И еще один вопрос к Денину Лиханову. Немного повторюсь с вопросом. В России и вообще в мире не так много топовых тяжеловесов, и очевидно, что трудно находить подходящую позицию для вас. Нет опасений, что действительно придется подбирать либо планеты более низкого уровня, либо сражаться с теми, с кем уже приходилось сражаться? Мы с соперниковым не выбираем, какой боец там выдает наш руководство, мы бьемся с ним. Мы готовы, я начинаю. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Группа Федори-Милианников, все бойцы Единоборгский, был Денин Михаил Вокровский, Александр Ремиянин. Саша, знаем ли ваш бой с Джорджем Пароватом? Я знаю сейчас, что он играет с свободным агентом. Хотел бы ли ты провести с ним бой-вачи реванш, и, соответственно, вопрос к президенту Левия Хват. Возможно ли организовать данный бой реванш Александра с Джорджем Парментом, или реванш Александра с Мирко Филипповичем? Спасибо. Здравствуйте. Я никогда не выбираю себе оппонентов. У меня только одно условие к организаторам, кто проводит турниры, не сводить меня с российскими бойцами. Потому что в России нас очень мало тяжеловесов, и мы так или иначе друг с другом пересекаемся. Есть возможность выступать против бойцов всего мира. Что нам здесь выяснять у себя дома, на своей территории? Поэтому будем ведь иностранцы. Нам его неинтересно. Уже он старик, наш молодой, самый мощный, Эмиля Александровна. Сейчас на равных данного времени нет. А тут у него старик. Нам неинтересно. Пожалуйста, дорогие друзья, еще вопросы. Добрый день. Завел Бех Башляев. Также с вами вместе приводит Женя Зелихан. У меня вопрос к Жене. Женя, ты проходил с нами сборок, буду вместе. Ты стоял в Пайратском Мире. У меня вопрос. Что ты сделал для себя выводом? Что ты запомнил? Что потом, оказывается, уже надо будет противоставить против Мире? Добрый вечер. Заврадык, хотел немножечко тебя поправить. Тогда Зелимхан не принимал участия в тренировочных сборах и мне не удалось с ним постоять в парах. Но я считаю, это даже к лучшему. Пусть наши стили друг для друга будут, знаешь, только так, на бумаге. Каждый знает, что данный боец делает. Мы никогда не стояли, не трогали силу друг друга, не зная, на что мы способны. Только, опять же, победил и по каким-то боям, которые мы видели. Спасибо. Еще вопросы, дорогие друзья? Здравствуйте. У меня есть вопрос к Тони Джонсону. Как вы хотите закончить этот бой? Бай на кал. Я закончу свой бой на кал. Упадет на кал. Основник Бадая. Вопрос к Тони Джонсону. Тони, каждый раз иностранцы, когда приезжают в Россию, они обещают нокаутировать соперников, грозятся и зачастую выходит так, что наоборот сами проигрывают. Вот в этот раз, насколько силен ваш настрой и насколько ваши слова совпадают с вашими реальными кондициями и тем, что вы сможете сделать. Тони, подожди, 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 подожди. Я верю в себя, я знаю, что он хороший борьб, но я верю в себя тоже. Я боролся в тяжелых соревнованиях. Александр Волков, Тим Сильвия, я боролся в Чекаконго. Я боролся в большинстве парня. Так что, эти не слова, это моё сердце. Я обучал Емелянка, как он делится, его стратегию. И в полном ходе я готов и постараюсь выиграть этот бой. Здравствуйте. Данил Гринзианов, события в мире бокса и ММА. У меня вопрос сразу ко всем. Ну, понятно, Ахмат – ожидаемый турнир. Завтра будут очень большие бои. Можете дать свой прогноз на два других боя, которые ждёт со стороны? Это Хабиб Магомедов против Конора Макгрегора и Александр Поветкин против Энтони Джошуа. Спасибо. Кому вопрос? Про всем, про всем. Пусть каждый выскорит мнение. Ну, сказанному я хочу добавить. Изначально, что да, действительно, предстоит турнир UFC в России первый. Но мы ставим главную цель и главная задача наша – проводить наш турнир, чтобы наш зритель знал и видел наших бойцов и прославлять нашу великую страну. И если придёт и будет непонятно, будут ещё проходить эти бои здесь. Конечно, хотелось бы, чтобы именно российские бойцы побеждали на их турнир. А так, пользуясь случаем, хочу поблагодарить главу нашей республики Магомедовича Кадырова и президента нашего клуба, Абузедович Мурадов, за то, что они дают возможность нам заниматься любимым делом и прославлять нашу великую страну. Абузедович 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 Мурадов, Возможно, зрителям это будет надоедать. А так, пускай будет жажда видеть этих боёв почаще, но мы будем делать свою работу и приезжать тогда, когда у вас будет жажда расти больше. Александр Ч umelovicsonegi Есть ещё вопрос, у нас Rudolphuell. У нас есть речь. Степанов Ярославов, спорт24.ру. Вопрос руководству. Вот уже было с участием Александра Емельяненко два турнира WFC в Москве и в Брозном. И в обоих турнирах бой с участием Александра уступал место в карте титульным противостояниям. Сейчас ситуация обратная, по какому принципу Решили сделать главный бой Сейчас с участием Александра А титульные бои Получается со главной И соответственно Ну понимаете Мир как бы на месте не стоит И бойцы растут Зрители в данный момент интересно Увидеть Александра Юряникова в главном бою Потому что нам часто пишут Мы отмечаем, работаем со СМИ Было принято такое решение Что Александр Юряникова выступит в главном бою И вопрос следующий Чего ожидается от завтрашнего турнира Я имею ввиду в плане того Насколько будет заполнена арена Может по прогнозам что-то есть Ну это будет зависеть от того Насколько вы, зрители и СМИ Любите своих бойцов И насколько большие патриоты вы На своих спортсменов Насколько много вы придете Мы конечно надеемся, что зал будет полный Приходите, не позволяйте Здравствуйте, Роман Додавченко, Лайф Вопрос к Александру По поводу завтрашнего поединка Пока загадывать не будем И прогнозы для вас неблагодарные Но если говорить о чем-то дальше Идущем, то о будущем С кем бы еще хотелось выйти на ринг Вот после боя, который завтра пойдет Есть ли какие-то планы Есть ли соперники, с кем интересно побиться После того, как ты задал этот вопрос У меня большое желание С тобой выйти Приходи на двери Подолгаемся Азам, это один из самых важных В твоих карьере Хотел бы узнать о твоих чувствах О твоих эмоциях Что ты чувствуешь перед этим Самым важным в твоей карьере Ведь за тебя весь Таджикстан переживает И болеет Хотелось бы узнать Самый маленький Добрый вечер Спасибо Азам Ну это бой Не столько для меня И для моего народа Очень Сейчас, секундочку Поздай на бой Жил все Также И нам в Куйлу Но в любом случае Просто остается В Лиге Ахмад Потому что я тоже Представляю Лигу Ахмад И Барда Клубники Но бой покажет Спасибо за вопрос Есть еще вопросы Дорогие друзья Есть Вопрос Азаму Гафурову Азаму Меня Азаму Ты Первый представитель Таджикстана Который будет драться За титул Чемпионов Ахмад И сколько лет Ты шел к этому Титул на лимбой Можешь рассказать Вообще Исторую свою карьеру Сколько лет Ты трудился Расскажи Спасибо за вопрос Ну вы все знаете Что я долго Шел к этому Завтра уже Будет видно Насколько я Готов За обратный поезд Но я вперед Не могу Загадать Бой покажу Но я долго Шел к этому Спасибо Руководству Лиге Ахмад Что мне дали Шанс Я должен С зубами Как бы Но бой покажет Сначала Завтра Добрый день Еще раз Вопрос Имрану Я хотел бы Сказать Что я сам видел Как готовить Имран к бою Он очень хорошо Подготовился В прекрасной форме У меня вопрос Имран Насколько тебе Мешает Само понимание Что это Твой Докумбник Коротко Если Немного Мне это Не мешает Я прошел Отличную сбору На своем Клубе Ахмад И готов К этому бою И Завтра Я сделаю Все Чтобы Забрать Этот пояс Немного Немного В городе В городе Ульяновске Бойцы 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 Очень высокого Уровня И есть Бои Которые Зрители Очень Хотят Увидеть То есть Между Организациями Если вдруг Наши Организации Предложат Чемпион Против Чемпиона Будете ли вы Готовы Выставить Своих лучших Бойцов Провиказии Нет проблем Нам без разницы Будем ломать Ахмад Пожалуйста Если вопросов Больше нет То с вас Зарей